Сегодня в программе вы увидите Каретная собака в прошлом, ныне талисман пожарных Порода, которая за несколько тысячелетий своего существования сменила десяток профессий С виду серьезен и невозмутим, в душе ласковый малыш Герой со сказочным именем ждет своего друга Надежда для четвероногих В Улан-Удэ состоится благотворительная акция по сбору средств и теплых вещей для бездомных животных Здравствуйте, друзья! Вы смотрите Домашний зоопарк Классическое сочетание белого и черного, да еще и вариант в горошек на собаках вызывает восхищение Интересно, что названий у этой породы сменилось около двух десятков Тигровая собака, ситцевая, малодалматский док, долматинец и, наконец, долматин О них мы сегодня и поговорим О собаках родом из детской мечты, о долматинах мы поговорим с Аленой Горяевой Здравствуйте, Алена! Здравствуйте! Ну, рада побывать вас в гостях Но, знаете, я ожидала, что приду к вам в гости и все увижу монохромное Поскольку любовь к собакам, бело-черные цвета Да, конечно, хочется ярких цветов Тем более, вот, она, конечно, располагает к этому ее характер И так вот мультик 101 долматинец 101 долматин, не могу это упустить, да? Ну, сыграл он свою роль? То есть у вас любовь откуда к этим собакам? Откуда знания? Конечно, сыграл Ну, сыграл, знаете, так, на начальном этапе, когда я еще была ребенком И мечта завести такую собаку, она, ну, конечно, родом из детства И появление этой собаки в нашей семье, оно очень символично Это все было в преддверии нашего семейного праздника Десятилетия нашей совместной жизни Ну, десятилетие, надо сказать, что это янтарная свадьба Да, это янтарная, да, это янтарная свадьба И в результате, когда мы узнали, как ее зовут Оказалось, что она, ее зовут Янтарная волна с Невских островов Так, очень приятно познакомиться Это было так очень символично Ну, и, скажем так, это было решающим фактором Сам бог велел, да? Далматины, элегантные, эффектные и очень выносливые собаки Довольно крупные, высота в холке до 60 сантиметров Голова вытянута, уши округлые Шерсть у них короткая, жесткая Существует два варианта окраса Белые с четко очерченными, черными или коричневыми пятнами Равномерно распределенными по всему телу Ну, вот хочется все-таки спросить Откуда родом вот эти собаки и кровь каких собак здесь намешана? То есть, чтобы вот получить такое неординарное Ну, вы знаете, вообще порода долматин Это достаточно такая древняя порода И ученые очень много версий выдвигают Вот одна из версий, которая лично мне очень нравится Это то, что свое название порода получила от исторической, значит, области На северо-западе Балканского полуострова Далмации Сейчас это территория современной Хорватии Вот В 18 веке порода была завезена в Англию Где служила охотничьей собакой Пастухом, крысоловым Ну, конечно, основное ее предназначение было в сопровождении экипажей Она бежала рядом с экипажем, с каретой Освобождала дорогу и охраняла, значит, экипаж от грабителей Достойный такой окрас Она благородный, благородный вид, да Играция Очень сильная, ко всему прочему И очень выносливая собака Которая может бежать больше 10 километров Совершенно не без отдыха Рядом с лошадьми И также вот они потом вместе с лошадьми Это их дружба Они спали вместе на... Где-то, значит, где они останавливались на остановке В 19 веке в Англии, значит, они ушли Вот как раз от охотничьего ремесла, эти собаки И они стали помогать пожарным Они бежали впереди пожарных машин Когда случалась какая-то неприятность И тем самым отгоняли То есть освобождали улицу Чтобы машина быстрее проехала к месту пожарных Мне очень понравился факт Когда читали, выбирали, значит, собаку этой породы В 1985 году в Мексике было страшное землетрясение И стояла измеряющая жара И другие собаки, они просто отказывались работать В таких условиях И единственная порода, которая помогла Спасти не одну человеческую жизнь Это были долматины Они искали людей в завалах Потому что техника на тот момент не справлялась Ну, тоже очень интересно Ну, надо должное, конечно, собаку Да, очень жизнелюбивые Очень любящие человека Очень любящие детей, собаки Друзья, чем еще удивили эти оптимистичные собаки Мы узнаем далее в рубрике ТОП Ньюз На счету долматинов немало подвигов Во время Второй мировой войны Пес по кличке Конквест-он-Зе Уэльс Вместе со своим хозяином, американским пилотом Фишером Совершил 38 боевых вылетов на территории Германии Был ранен и даже награжден британским правительством На эмблемах многих пожарных учреждений США Изображен долматин Эта порода словно талисман пожарных И это неспроста В далекие времена, когда пожарные бригады Выезжали по тревоге к месту происшествия на Конке Впереди процессии бежали долматины Позже, когда на смену пришли машины Собаки выезжали на пожар, уже сидя на подножке авто Поможем пережить зиму беззащитным четвероногим В воскресенье, 8 декабря, состоится благотворительная акция В помощь бездомным животным Сбор средств, корма и теплых вещей будут проходить в 12 часов На Арбате возле кинотеатра «Эрдем» И на Элеваторе возле зоомагазина И в заключении Для любителей активного отдыха и собак Соревнования по ездовому спорту 15 декабря, в полдень, на ипподроме Хаски, самоеды, маламуты во всей красе Катание детей на нартах Ой, ну, Ален, я прям в восторге Давайте не будем томить телезрителей Сразу расскажем, что оказывается у вас Хоть и не 101 долматинец Но один плюс сколько? Плюс 6 Да, такое большое У нас 3 девочки и 3 мальчика Может быть не будете отдавать никому? Ой, вы знаете, я бы, наверное, с удовольствием Я бы не отдавала Если бы мне позволяла Жилплощадь Я, наверное, бы всех их и оставила Потому что все удивительные У каждого свой характер Каждого ребенка я сама лично приняла Поэтому они мне очень-очень дороги Скажите, сложно вот роды проходят? Ну, достаточно сложно Потому что собака уже, скажем так, она домашняя Рожали мы долго Мы рожали с половины первого ночи Почти до 8 утра Собака, конечно, слушается Вот я говорю, уже говорили мы о том Что мы друг друга понимаем Если у нее начиналась схватка Я ей говорила, давай тушься Она буквально брала и тужилась И вот в этот момент Появлялась мордашка Я говорила, только не переставай тужиться Давай И она собиралась буквально силами И вытуживала свою ляльку Да, прям как люди Потом их обрабатывали Крехтончики такие маленькие Слушайте, ну они уже, видимо, утомились Быстро, как дети Сразу тут же играли, тут же засыпают, да? Да, да, мама Мама должна покормить их еще Слушайте, ну мне кажется Они вообще на одно лицо Вы как-то вот различаете? Нет, абсолютно Они не на одно лицо, конечно Вот что я хочу сказать Они вот все в ленточках Повязаны Это не для красоты абсолютно Хотя это тоже красиво И это тоже, конечно Но дело в том, что все далматины Рождаются щенки абсолютно белыми И это должно быть обязательно Это вообще просто удивительно Да, они рождаются белыми Такие розовые лапки у них Если было бы какое-то пятно Значит, это врожденное пятно считается И уже считается как племенной брак И у нас еще что удивительно У нас родилось два шоколадных носа Да, я смотрю, что они не все черные Да, это допускается То есть это стандарт породы Подразделяется на бело-черный окрас И бело-коричневый Существует мнение, что первые пятнистые собаки Появились на севере Индии Несколько тысячелетий назад Фигурки типа далматино Были найдены при раскопках В странах Средиземноморья Фрески с первыми изображениями предков Сегодняшнего далматино Датированы 1360 годом И находятся в церкви Санта-Мария Новелла во Флоренции Также изображения и рельефы собак Очень похожих на далматин Хранятся в Британском музее Считается, что предками далматинов были Мраморный док и истрийский поинтер Шоколадный нос У него будут светлее глаза Не будут такого янтарного оттенка Вот, это у нас вот мальчик Его сразу видно, что он мальчик Видите, у него он такой Он у нас серьезный мальчишка, конечно Алена, скажите, а есть какие-то стандарты Или норма, количество пятен Или размер их? Нет, абсолютно здесь нет Каждый щенок по-своему тем и уникален Что расположение пятен И их количество, оно не регламентируется Я вот смотрю, у них даже есть на подушечках На подушечках у них даже какотки Вот у Янты один какоток светлее, один темнее Да, я где-то читала, что вот у далматин Должно быть ровно столько пятен Чтобы не хотелось добавить Или не хотелось убрать Да, да, я тоже читала об этом У нас один ребенок вот этот с синей ленточкой Его младший мой сын прозвал Визгунчик Потому что он Это вот который мой герой, да? Да, это вот ваш герой Он такой очень активный у нас мальчишка Вот у меня еще такой вопрос Пятна, они к какому возрасту начинают проявляться? И вот когда уже можно будет судить о полном окрасе? Пятна начинают проявляться Знаете, вот уже можно их увидеть Примерно понять, что будет за собака к 10 дню То есть сейчас нам 23 дня Нам 3 недели с небольшим, да? Мы уже видим, что у них у всех проявились пятна Пятна достаточно ровные Такой красивый окрас у них получился Но еще будут прибавляться пятнышки? Вы знаете, пятнышки... И они просто в размере? Нет, они будут с ними расти, скажем так Вот то количество Оно глобально не увеличится Возможно, появится одно, два, три, пятна дополнительных Но вот тот основной окрас, который есть сейчас Уже можно сказать, что вот они с ним по жизни и пойдут Вы знаете, у нас впервые в программе Настолько вот юные участники Утомились уже Да, уже видите, все спят Все спят А прямо сейчас рубрика «Дрессировка» Смотрим Здравствуйте, дорогие телезрители Конрад Лоренц, известный этолог, говорил о том Что та собака считается воспитанной Которая хорошо выполняет три команды Рядом, лежать и место На прошлых занятиях мы разбирали такую команду, как рядом А сегодня поговорим о лежать Лежать – это не просто лечь Это лечь там, где бы собака не находилась Как далеко бы она от вас не была По первой вашей команде Дело в том, что многие дрессировки, особенно международные Как раз и базируются на трех этих командах Сегодня мы покажем, как собака должна выполнить эту команду Первоначально для удобства вы можете использовать помощника Как в нашем случае Один отправляет собаку, другой дает ей команду Смотрите нашу программу И мы тоже научим вашу собаку быстро выполнять этот навык До свидания Друзья, занимайтесь воспитанием своих собак и не жалеете на это времени Ален, ну, надеюсь, вы не жалеете время воспитания? Нет, конечно Когда она росла, когда она к нам приехала Ей было три месяца Буквально через какое-то время мы пошли заниматься Значит, прошли курс послушания, скажем так Ну, Ален, знаете, вот бытует такое мнение, что все-таки долматины, они, конечно, красивые собаки Но не блещут особо интеллектом Да нет, вы знаете, я бы не сказала, мне кажется, по ее глазам все видно Очень умная, очень добрая собака Ну, она, знаете, очень реагирует на похвалу Вот если ее похвалили, вот она что-то сделала, ее похвалили Все, она вот обязательно и повторит, и сделает еще лучше Ну, чем докажете, Алена? Да я даже не знаю, чем Ну, давайте попробуем чем-то доказать Чем мы можем доказать? Возьми аккуратно Аккуратно Молодец Молодец Ален, ну, все-таки какие трудности могут возникнуть у владельцев? Ну, трудности, наверное, в наше занятое время одна Она требует очень много времени, чтобы с ней хозяин мог погулять Ну, мне кажется, что у них очень проблемная шерсть Да, с шерстью тоже проблемы Сейчас у нас проблемы по известной причине шерсти Конечно, мамочка у нас янта А вообще, если собаку за собакой, как и за любой собакой, за ней нужен уход Вот буквально у нас есть вот такая щетка Мы ежедневно проводим процедуры, то есть эта щетка надевается на руку Прямо каждый день? Да, каждый день Мы утром или вечером вычистили и мокрой рукой это все убирается, остатки уже дома Все, собака, в принципе, на следующий день шерсть не сыпется Но, грубо говоря, через день собака требует ухода Значит, что необходимо? Чистятся ушки Потому что уши висячие, уши в обязательном порядке нужно чистить И обстригаются когти, это тоже в обязательном порядке Эту процедуру мы делать не любим Этой процедурой у нас занимается муж Потому что единственное, кого она очень уважает, скажем так Поэтому она его слушается, он ей обстригает ногти Она иногда так возмущена бывает этим Вот удивительно еще чем она для себя выбрала Для нее семья – это ее стая В этой стае есть человек, скажем, которого она любит Которого она уважает и боится И, скажем так, все остальные Ну, которого любят, наверное, это вы Да, я так надеюсь на это Ну, она действительно Знаете, это вот первая, кого она встречает Я прихожу с работы Муж, если приезжает на обед, она говорит Она меня так не встречает, как тебя Значит, мужа она очень уважает Она его боится, потому что это наш папа В основном, который гуляет с ней Старший сын вот помогает Ну, а с детьми она просто очень Она с ними дружит, скажем так Да Алена, говорят, что эти собаки аллергики Да, ну, они аллергичные собаки У нас был единственный случай, когда Она любит еще малину очень Она прямо вот стоишь, собираешь малину на даче И она вот рядом сидит, вот дайте ей тоже ягодку Витамины Поменьше она когда была, значит, мы ее накормили малиной от души Она вся покрылась у нас, у нее началась всегда Вообще она ест практически все Как я уже отмечала, конечно, у нас бывают проблемы Мы с желудком, когда мы поедим хурмы, арбуз, яблоки То есть вот такие фрукты Она любит мандарины, бананы То есть вот то, что вот видит, что вот ее стая, ее семья ест Она, конечно, вот вся Ну, на хурму у нас просто текут слюни Когда мы ее покупаем, едим, она, конечно, это тоже сделает Слушайте, ну прямо охотник за фруктами Ну, любитель, видимо, любитель фруктов Друзья, если и вы ищет друга, который бы каждое утро встречал вас улыбкой Тогда, внимание, рубрика «Ищет друга» Это щенок, которого нашли наши волонтеры на улице На улице брошен был, потому что принесли, мы его еле откормили, да? Щенок будет, по всей видимости, большой, крупный Потому что по лапкам, судя по его габаритам, это будет большой щенок Мы его назвали «Лунтик», потому что, ну, он где-то все-таки похож на героя этого фильма Вот люди, которым он понравится, которые возьмут его Они будут иметь в себя сказочного героя из того мультика Потому что Лунтик, он очень похож на того героя, который был в мультфильме Мы всех приглашаем, кому понравилось, обращайтесь к нам Друзья, если вам понравился наш сегодняшний герой, звоните по телефону прямо сейчас А если вам есть о чем нам рассказать, присылайте свои истории на электронный адрес, указанном на экране Алена, расскажите вот про своего друга, да, главного, про свою Янту Вот как реагирует у нас в Лануде вот на такого питомца? Насколько я знаю, долматинов не так много в Лануде Да, действительно, долматинов немного Ну, как реагирует? Конечно, реагирует с улыбкой В основном, да, в основном так, потому что дети маленько кричат «Мама, мама, долматинец!» Миллионы взрослых и детей полюбили главных героев мультфильма «101 долматинец» Мэтр мультипликации Уолл Дисней фильм создавал на основе книги Ее автор Доди Смит написал ее в 1956 году Ну, радует, что эту собаку с какой порой другой не спутаешь Однозначно, конечно Ну, я бы, наверное, с удовольствием гулял с такой собакой У вас не возникает в семье трудности, кто пойдет? Нет, абсолютно Ну, у нас с собакой в основном гуляет муж А вот интересно, на выставках красуетесь? На выставках красуемся, да Когда мы приехали, самая наша первая выставка И мы получили там диплом и титул лучшей бэби-породы Это был такой дебют, да? Да, это был наш дебют, наше начало Потом у нас какое-то время не получалось Потому что выставки совпадали, скажем так, с нашими отпусками Когда нас в городе не было Мы планируем, конечно, участвовать Теперь уже, когда мы придем опять в форму И наши дети тоже пойдут по маминым и папиным стопам Потому что у нас папа тоже достаточно такой титулованный Алена, как вы думаете, можно ли брать вот Далматина в семью, где есть ребенок? Или вот в семью, где очень занятые люди? Вы знаете, в семью, где есть ребенок, можно брать Но смотря какой возраст у ребенка Если планирует семья взять для того, чтобы ребенок занимался собакой И гулял с ней, то, конечно, хотя бы начиная с 7-летнего возраста Чтобы было осознание того, что тем более собака активная И собака достаточно крупная Маленькому ребенку с ней будет очень сложно на улице Благодаря яркой внешности и живому темпераменту Далматин отлично справлялся с ролью циркового артиста И шута, и весельчака А вот первый президент США Джордж Буш Который любил и разводил Далматинов Напротив считал их воплощением красоты, грации, ума и благородства Ален, я еще читала, не знаю, насколько это правда У Далматинов очень такая интересная особенность голоса То есть они могут менять интонацию, тембр И тем самым хозяин может определить, что хочет сказать ей питомец Да, конечно Когда она встречает кого-то и нужно показать, что она здесь хозяйка И, значит, когда заходит какой-то чужой человек Она, конечно, очень серьезно, грозно и низким голосом лает Если же, значит, ее что-то в какой-то момент, может быть, испугало или удивило У нее немножко повышается голос и такой, знаете, становится немножко женский Вот, вот, как это так, что это такое У нас иногда получается говорить, ну, не совсем мама, да Ну, вот, я говорю, ну, Яна, ну, скажи, мама И она так делает, мама, вот То есть, ну, все равно понятно, что она хочет сказать Скажи, мама Скажи, мама Мама Скажи, мама Мама Ну, скажи, Яночка Яна Яна, не смотри Скажи, мама Ну, я-то... ну, ладно, ладно Почти сказала Ну, почти получилось, да Алена, хочу поблагодарить вас за участие в нашей программе Было очень интересно познакомиться с такими сказочными персонажами, да, в реальности И хочу пожелать, чтобы ваши щеночки подросли и чтобы весь город о них узнал Спасибо большое Спасибо и вам Друзья, ну, а далее по традиции смешное видео в рубрике «Настоящий талант» Смотрим Чувство локтя им знакомо не понаслышке Какой дружный и слаженный коллектив живет в одной из китайских провинций Возможно, они готовятся ко встрече Нового года и станут водить этакий собачий хоровод Друзья, если и вы хотите стать героем нашей программы Отправляйте фото или видео на электронный адрес, указанное на экране Общественный деятель и просветитель Бенджамин Раш сказал Жестокость животным есть одной из средств уничтожения моральной чувствительности Любите братьев своих меньших На сегодня все Это была программа «Домашний зоопарк» И я, Елена Краснопеева До встречи в следующие выходные Одежда ведущей предоставлена магазином «Стильный город» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...